Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар. Сегодня мы с вами опять в станице Старая Величковская. Продолжаем показывать вам дома, которые здесь представлены к вашему просмотру. Дома есть разные. Есть бюджетный вариант, есть подороже, есть дома новой постройки. Но, как говорится, на любой объект есть свой покупатель. Сегодня я хочу вам показать дом, который находится по улице Долиновская. Дом 60-го года постройки расположен на участке 12 соток. Здесь вот много всяких разных вкусняшек. Я, как обычно, начинаю с них. Что-то мне везет. Пойдемте посмотрим дом. Смотрите, ширина у дома, ширина фасада 15-16 метров. Земельный участок был больше по площади 24 сотки. Мы его разделили и оставили к продаже. Дом с площадью участка 12 соток. Стоимость земельного участка 12 соток с фасадом 15 метров. И сам дом площадью 50 квадратных метров 1 миллион 800. Я хочу вас сразу предупредить о том, что за эти деньги, конечно, вы не увидите царских хором. Очень красивые и свежие постройки дом вот рядом. Но там будет совсем другая цена. Поэтому соотношение цены и качества – это всегда очень важно. Что мы имеем с вами за 1 миллион 800 в станице Старо-Величковской? Мы имеем огромнейший земельный участок с плодово-ягодными насаждениями, с растущим виноградом. И дом, который, в общем-то, готов к проживанию. Вы можете его использовать как постоянное жилье. Также можно его реконструировать, сделать пристройки, сделать настройки. Также можете его вполне себе снести, построить новый дом, как сделали это наши соседи. Ну, или же использовать его как временное жилье для строительства жилого дома в глубине земельного участка. Пойдемте смотреть дом. Друзья, напомню вам, что в станице Старо-Величковской все коммуникации центральные. Газ, свет и вода – это те коммуникации, которые заложены и идут по станице. Значит, дом состоит из двух комнат. Он 50 метров общей площади 60-го года постройки. В доме есть отопление. Отопление газовое. Трубы разведены. Установлена сплит-система. Поменены окна. Ну, соса потолка невысокая, 20-десят здесь потолки. Вот такие две жилые комнаты. Здесь жила семья, пользовались домом. Семья с двумя детьми. В общем-то, ну, обычный-обычный дом. А если нужно это все реконструировать, пристроить, расстроить, пожалуйста, повторюсь, позволяет это все сделать вверх, сделать настройки, пристройки, либо пристроить в глубину земельного участка. Внутри дома не заведена вода и нет санузла. Все это находится на улице, как дополнительное помещение. Ну, напомню, стоимость данного объекта всего лишь миллион восемьсот. По сути, даже площадь земельного участка и жилого дома, стоящая миллион восемьсот, говорит сама за себя. Цена соответствует вполне себе качеству. Пойдемте посмотрим летнюю кухню. Я вам уже рассказывала, что на Кубани это очень принято иметь летнюю кухню и сараи отдельно на земельном участке. Давайте посмотрим, что из себя представляет летняя кухня в данном жилом дому. Площадью порядка 12 квадратных метров. Установлена колонка, установлен газовый качел и вот сюда у нас оборудован санузел. Поэтому, в общем-то, можно сказать полноценно, что дом с удобствами. Но эти удобства, они вынесены в отдельное помещение. Колоночка будет работать. Канализация будет местная. Санузел, ванна установлена, а унитаз здесь можно поставить. Для временного пользования, в общем-то, все в доме готово. Пойдемте смотреть земельный участок. На участке есть определенные надворные постройки, есть сарай. Также в начале участка есть гараж. Вот тот под домашний. Но, опять же, кто будет этим заниматься, значит оставить. Нет, значит, нужно это все разгородить и построить. Обратите внимание, вот с левой стороны замечательнейший жилой дом, который построен на таком же земельном участке. Низкие старые дома построили новые. Стоимость земельного участка с жилым домом 50 квадратных метров всего 1,8 млн. Пойдемте посмотрим земельный участок, площадью 12 соток. Участок ровный. Из плодовых нахождений есть груша, слива, перешня, абрикос, грецкие орешки. Участок ровный, сухой, что немаловажно. Главное, все солнечное. То есть размер нашего земельного участка, вот он продолжается, вот сюда. А ширина, повторюсь, 16 метров. Давайте посмотрим, что-то у нас в кофе не выросло. Вот такие замечательные груши. Груши, сливы, чернослив. Яблоки красные. Люблю я вывезти на нашу станицу. Точно уж можно что-то привезти, попробовать, покушать именно настоящего, домашнего, а не привозного, да, из какого-то другого региона. Ну что, друзья, мы посмотрели с вами дом по улице Долиновской в станице Старо-Величковской. Напомню, станица Старо-Величковская, это Калининский район. Находится в 10 минутах езды от Калининской станицы Центральной района. И также в 15 минутах езды от станицы Старо-Величковской. И где-то час, час 15-20 можно добраться до города Краснодар. Ближайшая точка на море, это у нас Джубга. 150 километров, пожалуйста, можете рассмотреть данный вариант. Бюджетный вариант дома, напомню, 1,8 млн по стоимости. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Вариантов дома в станице Старо-Величковской вам предложим множество, потому что здесь есть что предложить, и есть варианты замечательных, хороших участков и хороших домов. Подписывайтесь на наш канал. С вами я, Екатерина Романенко. С вами был я, Екатерина Романенко.